Друзья, всем привет! С вами Леся. И сегодня я хочу вам рассказать про свой интернет-заказ из магазина Watsons. Watsons в России у нас находится в Питере, и больше нигде, наверное. Почему я там делала заказ? Потому что там представлены марки, которые мне интересны, но которые у нас в свободной продаже, их купить как бы нельзя. Нельзя. Особенно вот марка Исана мне интересна. Конечно, я с ней знакома, я просила девочек с Украины мне привозить. К сожалению, в нашем российском Watsons, да, там очень-очень ограниченный выбор. Я, например, смотрю, очень люблю смотреть украинскую девочку-блогера Вероника Бьюти, и у нее там всегда такие шикарные ассортименты от Исаны, там чего только нет, и уход за лицом, и умывашки. В общем, очень-очень все обширно. У нас этого нет. У нас все ограничивается там вот гелями, мылами, ну, бальзамы для губ есть, антиперспиранты, шампуни, бальзамы. Ну, в принципе, все. Особо больше нечего и выбрать. Но я все-таки решила, что с чего-то нужно начинать, и решила выбрать для себя два геля. Но давайте я сразу, пока не забыла, начну с разочарования. В общем, эта посылка доставляется СДЭКом, и я сразу хочу сказать, что я не буду обвинять компанию СДЭК, потому что СДЭК доставляет от разных других интернет-магазинов мне заказы, и коробочки красоты, и все всегда в порядке. Я считаю, здесь вина магазина, неправильные упаковки и так далее. Здесь все сплошной косяк. Далее я буду вам рассказывать, почему, но конкретно, что я увидела первое, когда я открыла коробку, то то, что все мои жидкие продукты, вот в таких вот банках, гели, там что у меня еще дальше есть, все они протекли. Каждая банка была немного приоткрыта, из нее сочился продукт, и вы понимаете, что все это было перемазано в этих гелях, субстанциях жидких, все попротекало, все было грязное. Мне приходилось каждую баночку отмывать, вытирать, высушивать. Это уже очень-очень неприятно, просто ужас. Честно говоря, я первый раз с таким сталкиваюсь. Крышки вот такого флана, они были отдельно от... Отдельно, в общем, валялись. Не закрытые были, а валялись отдельно. То есть в эти крышки позатекало все, мне приходилось вымывать. Это, конечно, какой-то ужас, девочки. Я так расстроена. Хорошо, что у меня небольшой заказ. Мне, допустим, неприятно получать частично разлитый продукт, все грязное вымывать, тратить на это какое-то время. Зачем мне это? Ну ладно, дальше будет лучше. Значит, вот такие вот два геля. Давайте каждый из них разберем. Это у меня от Исаны, лимон и лайм. Очень такой жизнерадостный дизайн. Хотелось мне именно вот таких вот цитрусовых ароматов. Аромат очень яркий, очень такой лимонный. Вот именно действительно лимон и лайм, как и заявлено. Очень яркий, очень насыщенный. Если вы такое любите, то стоит, наверное, попробовать пойти купить в Атсон. И следующий гель у меня здесь лимонграсс и что-то еще. Но так как вот здесь все потекло, как вы видите, частично ничего не видно. Я могу только сказать, что я вижу, что здесь лимонграсс. Но тоже какой-то цитрусовый. Наверное, может быть, жасмин, какой-то цветок, не знаю. Хотя я навряд ли бы жасмин заказала, так как я его не люблю. Ну, в общем, история умалчивает, что помимо лимонграсса здесь есть. Аромат, кстати, больше цветочный. Я особо, ну, слышу какую-то легкую свежинку, но он больше как бы цветочный идет. Вот. Интересный аромат. Они не похожи, хотя вроде бы, знаете, немножко схожая тематика. Не похожи. Они абсолютно разные. С большим удовольствием буду пробовать. Может быть, если так уж мне не понравится, все-таки придется делать заказ. Но, честно говоря, больше не хочется мне в Атсонсе ничего заказывать. Я очень расстроена. Ну, да ладно. Следующая марка, с которой мне хотелось познакомиться, это марка Крудиват. Кстати, до сих пор банки, не знаю, липковатые такие. Видимо, их там надо прям под душ опускать, чтобы хорошо вымыть. Не знаю. Вот такая вот большая бодейка. Это для кучерявых волос. Это у нас бальзам. Курус. Очень-очень он большой. Здесь 500 миллилитров. Классный объем. Я думаю, что я сейчас эту банку поставлю в использование, потому что мой бальзам, которым я пользуюсь, он уже все перевернут. Там какие-то капельки с него стекают. Аромат очень приятный. Приятный, какой-то такой, знаете, даже немножко салонный. Цветочный, с легкой-легкой какой-то свежинкой. Даже вот с легким ароматом чистоты. По аромату мне прям понравилось. И буду с большим удовольствием, как говорится, пользоваться. Такой многострадальный у меня заказ, девочки. Ну, я думаю, надеюсь, что оно хотя бы того стоило. Следующее, что я от Курдеват решила попробовать, это гели для бритья. У меня их целых две. Это с цветочным ароматом и с алоэ. С алоэ для чувствительной кожи. И с белыми цветами. Такой продукт, знаете, в последнее время мне нужный. Нет, он нужный мне всегда. Но в последнее время у меня что-то, одни проколы с этими гелями для бритья. Я думаю, что это будет обычный гель для бритья, который будет пениться и поможет мне в бритье. 200 мл в каждой баночке. Буду с большим удовольствием пользоваться. Надеюсь, будут хорошие. В любом случае, уже интересно попробовать что-то новое. Марка Курдеват как бы меня манит. Кстати, далее я от марки Курдеват заказала также бальзам для губ с ромашкой. Что самое удивительное, девочки, он был чистый. Я не знаю, как все было перемазано. А именно этот бальзам, он был идеально чистый. Он как-то лежал немножко в сторонке, что ли. Чему я очень-очень рада. Потому что очень хочу попробовать бальзам Курдеват. Он с ромашкой. Я говорила о том, что очень люблю бальзамчики с ромашкой. Вообще все люблю с ромашкой. Обожаю ромашку. И хочется им воспользоваться. Да, он тут и запечатанный. Такой вот красивый, видите, зелененький. Смотрите, какая красота ромашка. У меня, кстати, в запасе всего один бальзам для губ и один, которым я пользуюсь. Поэтому долго лежать не будет. Буду уже скоро пробовать. И надеюсь, что он мне подойдет. Такой вот бальзамчик я еще прикупила. Далее, опять же, разочарование. Я увидела на сайте, у них крем лимитированный от бархатных ручек. Значит, и там просто был настолько потрясающий дизайн. То есть, этот крем, он был в российском стиле. Там были на этом тюбике маленькие медвежата, балалайки, елочки. Вот эта вся российская тематика. Вот это, знаете, ну, так приятно это было увидеть. И я решила взять сначала один кинул в корсене, потом думаю, возьму два. Потом думаю, блин, может взять их вообще побольше, не бюджетный. Возьму их побольше, потом, может быть, кому-то на подарок. Но это реально прикольно. То есть, такой кремик подарить небольшой, где будет вот российская тематика. Особенно кому-то, кто живет за границей. Ну, прикольно, согласитесь. Я выбираю эти два крема, в итоге мне приходят, да, бархатные ручки, но приходят совсем другие. Тут моя претензия еще в том, если это как образец этого крема, напишите хотя бы, что рандомно приходит. Или крема в ассортименте 50 мл от бархатных ручек. Ну, картинка одна, приходит мне совсем другое. Приходят мне лимитированные, да, лимитированные, да, кремушки. Это у нас мини-маус. И это у нас футбольная коллекция для рук, победа в руках. В общем, что могу сказать? Я, конечно, они бюджетные, конечно, я их использую. У меня, кстати, нету таких вот по дизайну кремиков. Есть с мини-маус, но с другими картинками. Я, конечно, все понимаю, но я заказывала не ради крема, да. Бархатные ручки хороший крем, они, конечно, используются. Нет, ничего не выбросится. Но я хотела именно тот крем, с именно той тематикой, понимаете. Я не страдаю нехваткой кремов, у меня их целое ведро, ну, не знаю. Если еще мини-маус куда не шло, то я вообще, честно говоря, к спорту равнодушна, к футболу вообще не знаю никого, кто бы этим интересовался. Ну, не знаю, ну, просто буду считать, что вот такой вот лимитированный кремик использую. Ладно. Ну, тоже, согласитесь, уже неприятно как бы. Так, еще я заказала вот такую вот большую упаковку от Gillette Simple Venus. Такие вот станочки 4 плюс 2, здесь 6 штук. Я их обожаю, это самые крутые станки. Поэтому, конечно, буду ими пользоваться. Нужный продукт. Я как-то вроде бы увидела, что там выгодная цена, большая упаковка, не надо париться будет потом. Поэтому, да. И еще один казус с заказом. Сейчас буду вам показывать. Увидела я, что у них на сайте сплат, на сайте Watson's акция от сплат. При покупке любой продукции, сплат, вы получаете миниатюру детского, опять же, не было написано, что в ассортименте, что рандомно, детского, детской зубной пасты. Ну, я, в общем, посмотрела, посмотрела и решила взять вот такой вот набор. Я сама не использую сплат. Мой организм вообще не переносит эту марку. То есть мне сразу становится плохо. Но обожает мой муж. И конкретно он постоянно берет вот этот вот биокальций. И я вначале хотела большую упаковку биокальций взять, но она сразу как-то исчезла из корзины. Понятно, ее не было. Я решила ему взять вот такой вот дорожный набор. Я, конечно, провтыкала, что здесь зубная щетка, которая раскладывается. Я думала, что здесь обычная. Ну, ладно, да ничего. В общем, вот такой вот и наборчик получился. Отдам мужу. Муж в любом случае зубную пасту использует. И у меня, значит, в корзине светится вам два подарка. Каждый подарок стоимостью 200 рублей. Значит, два подарка от сплат стоимостью 400 рублей. Девочки, сейчас внимательно. Я хочу, чтобы вы просто понимали. Вот эти два подарка, которые стоимостью 400 рублей. Эти малюпусенькие, кружечные миниатюрки. То есть компания Вассенс считает, что стоимость вот такой миниатюрной зубной пасты превышает стоимость полноразмерной зубной пасты. Наверное, так. Так, я даже не знаю здесь сколько миллилитров. Десять, наверное. Пять, скорее всего, даже. И опять же, одна детская. Окей, мы ей воспользуемся. То есть я доченьке. Доченьке будем из зубки чистить. У нас, кстати, сейчас такая же полноразмерная, но ей как-то не очень нравится по вкусу. Вторая же приходит просто миниатюрка, органик какая-то. Опять же, я не знаю, будет мой муж ей пользоваться, потому что он предпочитает только биокальций или не будет. Опять же, ну ладно. Опять же, понимаете, вот везде как бы прокол на проколе. Это вся косметика, но не весь мой заказ. Также у меня был заказ моющих средств для посуды. Я просто решила как бы до бесплатной доставки докинуть. Тоже вам покажу. Одинно я, конечно, никогда не показываю моющие средства для посуды. Но так как я заказывала это все в одном заказе, то покажу. Взяла вот такой вот Green Lab средство для мытья посуды, эко-продукт с ромашкой. Опять же, видите, ромашка, ну все, играет решающую роль. Взяла вот такой вот Clean Eat для мытья посуды. Опять же, вы видите, ромашка, все. У меня девчонки спрашивают про бытовую химию. Я к ней абсолютно безразлична. Я вот так чисто беру. Знаете, картинка понравилась. О, бюджет нам сойдет. Либо же муж мой, что возьмет ее, возьмет. Мне абсолютно эта тема как бы не увлекает. У меня, кстати, в запасе абсолютно нет никаких моющих средств. Там по чуть-чуть осталось в использовании. Поэтому сойдет, воспользуемся. Ну и для детской посуды я взяла Синергетик. Игрушек, сосок, бутылочки. В принципе, муж в основном его и берет. Это был весь заказ. Он обошелся что-то на 2000 с копейками. Честно говоря, хотелось вам рассказать, показать, что да как. И свои впечатления по поводу Ватсонса тоже выразить. Надеюсь, что я была вам полезна, интересна. И вы тоже какую-то информацию для себя почерпнете. Или, возможно, у вас был опыт заказа Ватсонс. Поэтому расскажите, как у вас это все прошло. Может, это какие-то единичные случаи. Как мой только такие. Ну все, всем пока-пока. С вами была Леся.